Прогнозирование в Excel с помощью функции Рост. Друзья, вы на канале Учите Компьютер вместе с нами. В одном из предыдущих видеоуроков мы с вами рассматривали, как можно прогнозировать значение показателя в Excel с помощью функции Тенденция. При этом мы отмечали, что данный метод прогнозирования будет давать хороший результат только в том случае, если зависимость между результативным показателем Y и фактором X носит линейный характер. То есть Y равняется A плюс BX. Результаты подобного прогнозирования, выполненного раньше, у меня уже приведены на рабочем листе. В ячейках A1, B17 у нас располагаются исходные данные. Ну а дальше, значение показателя Y мы спрогнозировали функцией Тенденция на следующие 4 периода. С другой стороны, если такой линейный прогноз нас не устраивает, то мы можем воспользоваться функцией Рост. Данная функция позволяет прогнозировать экспоненциальный рост, где зависимость между результативным показателем Y и фактором X имеет вид Y равняется A умножить на B в степени X. Функция Рост подобна тенденции. Сначала оценивает по исходным данным неизвестные параметры A и B методом наименьших квадратов, а затем позволяет найти прогнозное значение Y для будущих периодов. Давайте посмотрим, как это работает, и сравним полученные результаты с линейным прогнозом. Итак, чтобы затем показать результаты расчетов на графике, я исходные данные из ячеек B1, B17 скопирую в колонку C. В ячейках C18 и ниже будем рассчитывать значение функции Рост для следующих периодов. Выделяем ячейку C18 и переходим в мастер функции. Здесь ищем нашу функцию. У меня она присутствует в списке недавно использовавшихся. ОК. В поле известных значений Y указываем диапазон C2, C17. Известное значение X. Это наши ячейки А2, А17. Дальше мы указываем номер следующего периода, для которого следует найти прогнозное значение. В нашем случае это ячейка А18. Последний параметр принимает логическое значение и мы его опускаем. Он используется в том случае, если нужно упростить исходную модель, приняв А равной единице. Но следует помнить, что такое упрощение приведет к снижению точности прогноза. Далее нажимаем ОК. Есть. Мы получили какое-то прогнозное значение. Давайте его отцентрируем и уменьшим разрядность. Ну а теперь, чтобы эту формулу можно было растянуть на следующие периоды, мы должны зафиксировать диапазоны исходных значений X и Y. Теперь все готово. Растягиваем формулу за правый нижний угол вниз. Есть. Как видим, прогнозное значение нашего показателя встроенной функции тенденция и рост несколько отличаются друг от друга. Для других исходных данных эти отличия могут быть более существенными. Давайте отобразим оба показателя на графике. Чтобы не путаться, в ячейке B1 запишем тенденция, а в ячейке C1 рост. Теперь выделяем ячейки B1, C21 и вставляем диаграмму типа график. Как мы и говорили, последние четыре периода являются прогнозными и на графике видно, что они незначительно отличаются. В рассмотренном примере наш результативный показатель Y зависел всего от одного фактора X. Давайте перейдем на следующий лист с примером многофакторного анализа. Здесь у нас величина спроса Y зависит сразу от двух факторов цены X1 и среднего дохода потребителей X2. Линейный прогноз по формуле Y расчетный равняется A плюс B1, X1 плюс B2, X2 с помощью функции тенденция мы уже строили ранее. А сейчас давайте скопируем исходные данные из ячеек C1, C25 в колонку D и выполним прогноз спроса с помощью функции рост. В этом случае прогноз будет выполняться по формуле Y расчетный равен A умножить на B1 в степени X1 умножить на B2 в степени X2. Итак, я выделяю ячейку D26 вызываю мастер функции и выбираю функцию рост. В поле известных значений Y выбираем диапазон ячеек D2, D25. Известные значения X Здесь необходимо выделить сразу две колонки A2, B25 И новые значения X для которых мы хотим получить прогнозную величину спроса Это наши ячейки A26, B26 ОК Давайте отформатируем ячейки А теперь закрепим первый и второй аргумент в полученной формуле Есть! Можно растягивать ячейку вниз Итак, мы видим что оба метода дали хотя и очень похожие но все равно отличающиеся результаты Таким образом не стоит забывать что мало построить прогноз Прежде чем им пользоваться сначала нужно оценить его адекватность и выбрать тот метод прогнозирования который в лучшей степени соответствует исходным данным Напоминаю что это делается с помощью критерия Фишера и мы его уже рассматривали ранее Это все что я хотел вам сегодня рассказать Надеюсь что вам было полезно и интересно И не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал Субтитры создавал DimaTorzok